Звучит музыка Здравствуйте, товарищи! Диалектика является методологической основой конфликтологии. И что конфликтологи являются прикладными философиями. Что могут быть прикладными философиями? В том, что они прилагают философию для решения конфликтологических проблем. Вот для того, чтобы пойти дальше уже, к тому, что является непосредственным предметом конфликтологии, мы должны определить понятие конфликта. В прошлый раз в жрании некоторые товарищи высказывали, что конфликт – это обострившиеся противоречия. Но не просто обострившиеся противоречия. Вот мы, допустим, с вами спорим сначала спокойно, а потом на повышенных тонах. Это конфликт? Нет, это просто противоречия. Не просто, это спор. Спор, который является... Это противоречия, которая в виде спора. В виде спора. Я хочу сказать, что вот это вот понятие спора должно быть зафиксировано вами основательно. Почему? Потому что в Трудовом кодексе, который по этому курсу основной, который я читаю, основной, вы должны его все прочитать очень внимательно и быть в состоянии отвечать гражданам трудящихся, что делать в той или иной ситуации в соответствии с тем, что позволяет делать Трудовой кодекс. Пример приведу. Вот один из самых таких крупных конфликтов, и широко распространенных, этот конфликт вызванный тем, что людям зарплату не выплачивают. Ну, как бы записывают, но не выплачивают. Вот я прихожу к вам, вы конфликтолог, конфликтолог. Социально-трудовой кодекс. Конфликтологи ведутся. Что делать надо? Можете посмотреть? Да, да. Что надо делать? Обращаться к людям. Куда обращаться? Куда-нибудь. Ну, Господи Богу. Боже, сделай так, чтобы зарплату платили. Это вы имеете в виду? Нет. А где церковь у вас ближайшая? А, вот через нее надо перейти. Там как раз хорошая церковь, так и красивая. Итак, еще куда обращаться предлагаете? В прокуратуру. В прокуратуру. Скажи или? В прокуратуру. Приходите в прокуратуру. И я в прокуратуру. Вы что пришли? Что? Какой закон нарушен? Мы занимаемся. Прокуратуру знаете, чем заниматься? Вы куда пришли? Вы знаете, куда вы пришли? А там все в форме сидят. Они тоже, как явно, в штатском. Красивая такая форма, голубая. Вот пришли. Одного исполняющего обязательства генерального прокурора отправили в СИЗО. А потом на его место пришел генеральный прокурор Чайко. Как бы того не было, и Чайко залетел в этот кабинет. А потом, когда освободили Скоро того, и сказали, что он ни в чем не виноват, он хотел уже попасть на то же место. И говорит, а уже все. Место занято. Так что такие проблемы бывают не только у нас, а проблемы более сложные в самой прокуратуре. Так что такое прокуратура? Кто-нибудь может сказать, то есть чем занимается прокуратура, певричный конкретолог? Как вы думаете, если вы занимаетесь конфликтами, собираетесь жаловаться прокуратурой, вы должны соображать, что такое прокуратура? Вы туда пришли? Вам в МВД или в прокуратуру? Вам в прокуратуру или в суд? Вам в суд или к адвокату? Вам в прокуратуру или в Рострудоинспекцию? Вы куда вообще хотите, с чем вы идёте и кому хотите попасть. Или вам всё равно. В церковь идите, пожалуйста. Тут, там, всех принимают и всех утешают. Купите просвитку. Я сказала прокуратуру, потому что всегда в добром утре, когда, знаете, там показывают, во что нужно делать, когда что-то случилось. Они всегда говорят, обращайтесь в прокуратуру. Ну, если бы я уже... Ну, если бы я так более жёстко, вы сказали, куда-то всех, куда-то посылали. Поэтому, какая форма, культурная форма, послать. И вот послали в прокуратуру. А почему в прокуратуру? Ну, мы должны, наверное, конфликтовывать. Должны или нет? Девочка, я вот в прошлый раз спрашивал, вы вообще понимаете, кто вы? Вы говорите, когда я стал, говорящим, вы философом, вы как-то засомневались. Ну, сейчас вроде никто не сомневается. Теперь вы можете отмазаться от меня, сказать, что мы философы, и что вы нас прокуратуру спрашивали? Так вы приквозли философов. Вы должны знать, что такое прокуратура, и философски, и посмотрите. Что мы прокуратуру знаем философски? Что она тоже в процессе находится в изменении. У нее есть минусы, есть плюсы, да? Они находятся в постоянном движении, в борьбе о противоположности, и вот вы приходите к прокуратуру. Но надо знать, что это институт. И чем он отличается от других государственных институтов? Правильно? Что, да? Прокуратура следит за полным и точным исполнением законов по всех сферах. Прокуратура следит за полным, точным наполнением законов по всех сферах. Для того, чтобы идти в прокуратуру. Понятно, да, что такое прокуратура? Есть разные силовые структуры. Почему они в ВПСБ пошли? Идите сразу, а вы в Росгвардию. У нас много всяких организаций, которые, между прочим, с оружием. А вы взяли и пошли в прокуратуру. Профсоюз надо идти. Профсоюз, если он у вас есть. Он не везде есть. Значит, прокуратура следит за полным и точным. Такой орган, который следит за полным и точным исполнением законов во всех сферах. Значит, если вы хотите пойти в прокуратуру, вы должны посмотреть. У вас по каким вопросам идете? По трудовым, по зарплате? Это все в какой сфере относится? В сфере какого права? Трудового, жилищного, семейного? Вы по семейному праву пришли? Нет. Вы по жилищному пришли? Нет. Вы по какому? По трудовому? Да. Вы трудовой кодекс прочитали? Идите отсюда. Нет, и так я грубо-то не буду говорить, если я про город. Вы знаете, девушка, вы возьмите пальчик, как пройдетесь по всем статьям трудового хороста. Если найдете, какой нарушен, вы приходите, а мы отвечаем за полное и точное соблюдение закона. Если вы усмотрите нарушение закона, то мы, прокуратура, можем очень быстро среагировать. Или наоборот, если вы не найдете ничего, мы вам любое ваше письмо напишем. Прокуратура, рассмотрев ваше заявление, вы напишите там на деревню бабушки или дедушки, но в шахте прокуратура стоит, в которой вы ни на какой закон не ссылаетесь, а просто думаете, что нарушено. А ничего вы не видите, что нарушено. Ничего не указали. Вам скажут, что прокуратура в данный момент не усматривает оснований для применения мер прокурорского реагирования. Это основная масса всех ответов, которые такие. Вы мячик туда сбрасываете, а они оттуда вам мяч выбрасывают. И написано «Не усматривается». Не то, что их нет, они просто так. Может, и есть основания, но на настоящий момент не усматривается. А если вы такая зоркая, что вы усматриваете, вы не старый человек, вы пойдите, прочитайте Трудовой кодекс. А вы конфликтологи Террификурства, Кодекс еще не прочитали. Значит, только я вас сразу предупредаю, не надо читать вот такие вот произведения. Это Трудовой кодекс с комментариями. Такие произведения издаются для чего? Как вы думаете? Ну, для чего-то издаются же такие толстые произведения. Это комментарии, там все статьи Трудового кодекса, то есть Трудовой кодекс там есть, и комментарии. Кого? Юристов. Трудовиков, так называемых. Которые, значит, пишут вам разъяснения. Поскольку вы, бескот, человек темный, мы вам объясним, что означают эти слова. Но если вы не таки уже темные, то вообще-то вы сами в состоянии прочитать эти слова, потому что есть слова, которые в законе, а есть слова, которые не в законе, а никакого законного основания до них нет. Поэтому один Иванов комментирует так, Петров комментирует так, а в суд будет принимать комментарии или закон? А прокуратура комментарии или закон? Поэтому эти комментарии читать ну не то, чтобы вообще бесполезно. Если у вас много очень свободного времени и вам нечем его занять, то перед сном очень хорошо почитать, и вы сладко заснете и не сразу проснетесь. То есть, а вообще читать комментарии совершенно дурное дело. Во-первых, расстановка самих статей и закона безразлична для применения закона. Вот это или такая-то статья, или такая-то, или такая-то. Это 147-ая, или 7-ая, или 5-ая, или 6-ая. Это важно? Нет. Важно содержание этой статьи. Какая статья нарушена? Вот вы пришли ко мне, я прокурор. Какая статья нарушена? Не знаете? Идите, знайте, приходите, у нас под прием. Значит, в прокуратуру вы можете обращаться письменно, а можете на личный прием. Узнаете, когда принимают дежурный прокурор и приходите. Дежурный прокурор с вами. Возможно, если вы не пойдете к дежурному прокурору, это долго будет ваше тянуться бумажное дело. А если придете, то обычно с личного приема на вороны рассматривается ваше заявление. Поэтому, но если вы придете поговорить к прокурору, то вы как пришли ни с чем, так и уйдете ни с чем. Он вам запишет и посочувствует. А если вы пришли к прокурору, принесли заявление, в котором указали обстоятельства дела и какие нарушения допущены, какие статьи при этом нарушены, то вы уже ставите прокуратуру в такое положение. Она должна наблюдать за полным и точным исполнением закона. Вот ей показали, какой закон нарушен, она не реагирует. Это основание для чего? Пожалуйста, на этого прокурора выше... Выше инстанции. А? Выше инстанции. Какая инстанция? А куда? А какая инстанция? Как вы думаете? Вы в какую городскую? Причем в район или в городскую? Я пишу в районную, тогда я могу пожаловаться в городскую. А если в городскую у вас оповедят? В областную. Где вы оповедите? Нет. Какой у нас субъект федерации? Какая областная? У нас областная прокуратура не выше городской. Областная – это другой субъект федерации. Это Ленинградская область, а у нас Санкт-Петербург. Куда вы, следующая, да? Да? Кольская. Уже вы были в городской обещании. Видите, куда пришли? Молодой человек, у вас была наесть? Нет, вы все представляете, серьезные какие-то. Так, наверное, разговаривают. Ну, может, еще будет, расскажешь. Вы что, сначала научитесь читать вообще, что на вывеске, а потом приходите. После городской куда будете жаловаться? Вам не понравилось, как я с вами разговариваю? Кому будете жаловаться? Санкт-Петербург. Вот я чувствую, что вы уже санкт-Петербург пойдете. Ну, какая выше, чем городская? Областная. Я уже знаю. Объясняю вас, что у нас субъект федерации Санкт-Петербург. А, да. Какая? Да, областная, это другой субъект федерации. У них на два правительства на одной площади. На какой? На Санкт-Петербург. Не знаете? А что вы знаете? Вы меня просили так рассказывать? Я, да, очень-таки, мне это нравится. Что? Ну, что, не знаете? Рассказывают площадь пролетарской диктатуры. Называется она. А почему она называется в наше время так? Могу тоже рассказать. Потому что, вот, в 90-е годы все переименовывалось. Все, что было там в советское время, снималось, переименовывалось. причем, странное переименование, например, Кирочная улица, как называлась, как вы думаете? Кирова. Кирочная. Сейчас есть Кирочная улица, знаете, там, литей, нет, Кирочная, как называлась? Салтыкова, еще дали нам. Чем навредил Салтыков, еще дали нам? Кирочная, короче, ну ладно, с этим ясно. Еще вот был писатель Гоголь, не знаете, где улица Гоголя, да? Где, где знали, или там. Вот там, близко у Дворцовой, одна улица Гоголя, другая? Берти. А? Берти. В чем, Берти, ты чем приведелся? А, он для Габрица, может быть, да? А Гоголь чем приведелся? Нет, они разбудили. Мертвую медушку? Нет, они разбудили. критиковал этих помещиков, которые приписывают, как крестьян. Короче говоря, малая морская и большая морская. Вот такая, что сандарт. С переименованием. Ну, хорошо, переименовали там, город переименовали, был Денинград, стал Санкт-Петербург, объект федерации. Так они уже вернули прежние названия просто. Городу хотя бы. Он же всегда назывался сначала Санкт-Петербург, потом Петроград. Так у него во время немецкой войны с немцами был Петроград. Плохой. Вот говорят, Питер, 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 Питер. Это Санкт-Петербург, не Питер, а Петроград, да. Потом Петроград, это русский звучит. А сейчас пишут Г, Санкт-Петербург. Это все такое. Не видите такие написания? Причем, особенно в банковских документах обязательно так, финансово. Г, Санкт-Петербург. Что хотят этим сказать? Бург, это что? В переводе с немецкого. Что? Город. А что еще в Г? Ну, это же как часть названия просто. Длохой город, да? Длохой. Два раза город. Это значит один вот так, самолет или этим объявляют по-ан-по-ан-по-ан. Он говорит, он говорит, а чего два раза повторять? На него очень. А здесь зачем? это написано. Или пишите Ленинград, или Петербург, ну тогда город-то зачем? Вот Москва, надо писать Г. А вот когда, например, Москва-река, то пишет река Москва-река? Нет, пишет река Москва, и все. А Москва-город ради пишут. Вот город-москва, это понятно, один раз город. А если уже Бург, так это город, вы зачем его? Если вы переименовали, значит вы хотите, чтобы по-немецки было сказано, что это город. Ну так вы тогда переводите на русский-то? Нет, это как он Бург, а я бы еще город при собачем. Русский с немецким. Раньше называлось Нижегородский с французским. А то есть когда было Петербург, то не писали? Мы дальше не пойдем, мы пойдем назад, прокуратуру. Какую прокуратуру будете? Это я вам время дал, чтобы вы подумали, в какую прокуратуру после городской надо обращаться. В Дрань. В Дрань. Вообще у нас вообще-то есть. Северо-Западная пропората. Региональная. Так, ну хорошо. Генеральная. Кто сказал? Региональная. Что такое региональная? У нас есть регион, как называется Санкт-Петербург. Что вы? Региональная. Регионная это вообще буквально это область. А если это субъекты федерации, это и есть региональный орден у нас городская. Так, генеральная. Вы были в генеральной пропоратуре? А что вы? Они были в Москве? Ну, когда будете в Москве? Дайте в генеральную пропоратуру на прием. Хочу, пожалуйста. Вам скажут. Знаете, что вам скажут? Как вы приходите, а я прием осуществляю генеральную пропоратуру. Я вас приму. Так, вы с чем приехали? А вот я написал заявление в связи с углубкой зарплаты. Так, вы обращались в городскую пропоратуру? Вы говорите да. Вам отказ. Вам отказали там или разбираются? Если там разбираются, пока не приходите к нам. Пусть там разберутся, а если не помогут, тогда к нам. Мы принимаем только тех, у кого на руках есть отказ. Вот, смотрите, что вам отказали, это да? Ну, как вы говорите, пожаловаться. Ну, пришли жаловаться, а что вы жаловались? Что просто загружайте нас, не нужно работать, там люди есть у вас. Вы обязательно ехать надо вам в Москву. Идите в заряде, посмотрите парк, чего вы сюда пришли? Так, прокуратура. Вывод какой? Прочитать надо трудовой кодекс, и тогда уже с этим обращаться. А трудовом кодексе разжевано, что делать, если вам не выплатили зарплату? Вот, если вам не выплатили стипендию, я не знаю, что делать. Возьму-то не выплатят, и все студенты поумирали. А что делать, мне, когда не выплатили зарплату, рассказывали. 142-я статья трудового кодекса. Что нам нужно делать? Эта статья появилась не случайно. После перестройки были такие периоды, когда шла приватизация, когда делили общественное достояние и средства производства рассовывали по командам, по частным. А как это делали? Ну, делали это двумя способами. Или два очерка сделали, но вы два очерка держите, никак, у вас нельзя их забрать. Тогда вам не платить зарплату полтора года, и приходите спрашивать, давайте вам ваучеры и черни помогают, давайте я у вас куплю эти ваучеры, у вас будут живые деньги, а поскольку вам есть нечего, то вы спокойно ваучеры отдадите. люди, которые забрали ваучеры, купили Уралмаш и другие заборы. А второй вариант приватизации такой, это все такие законные формы, как бы законные, а именно, Борис Николаевич помните, да, Ельцы? Ну, так. денег нет, куда-то 800 миллиардов. Слушай, дай денег. Бан, бан, бан. Под залог, а вы скажете, так просто я и не дам, под залог могу, давай под залог. под залог. Кто-то у нас есть, под залог. Он, кировский залог. Дай же денег, под залог. Сколько надо? Сколько можно дать? Ну, дай ей. Ну, дай 500 миллионов. Под залог. Ну, вы представляете, сколько стоит кировский? Это не 500 миллионов. Но я это не вернул. Ну, а вам, то что? Что вы получите? Что вы получите? Получится этой операцией? Как вы? Такая операция. Вы дали мне деньги под залог. Я эти деньги не вернул. И этот завод пришел. Вот. У вас уже завод, который стоит там 10 миллиардов. А вы? За сколько вы его приобрели в итоге? За 500 миллионов. Вот это самая распространенная форма. Это называется залоговый аукцион. А чтобы это было красиво, аукцион был. Вот нас строят. Мы договорились, что вы дадите 500 499 миллионов. Вы 498, а я 500. Вы выиграете аукцион. Я выиграл. А то мы делим денежки на троих. Вас устраивает это? Нет. Хотите наоборот у вас 500 у меня 499 и у меня 499 и у меня 499. Какая разница? Мы трое говорим. Это все эти аукционы нынешние. Это все имеют такой парад. Поэтому это иллюзия или имитация рыбочных отношений. Короче говоря, мы те эти приятия. Так вот, возвращаемся снова к статье 142 которая как она приедет в Северном Трудовом Кодексе. А что было? Не было такого, чтобы не платили зарплату. Это считалось вообще ЧП чрезвычайное. А тут полтора года не выплачивается зарплата. Люди пошли требовать зарплату. Куда пошли? Сели на Транссибирском магистрале прямо на рельсы и стали требовать зарплату. А прокуратура завела уголовные дела. На рельсах можно сидеть? Нет. Нет, уголовные дела. Так, вы тоже сидели на рельсах? Уголовные дела. И вы сидели? И на всех завели уголовные дела, всех, кто сидел. А потом подумали своей головой, пришли к выводу, что если они пустят вход уголовные дела, то люди, у которых дети голодают, возьмут железные трубки и пойдут по головам Поэтому эту тему решили не развивать. А пошли совсем в другую сторону. Взяли и ввели статью, во-первых, в Трудовой кодекс о том 142, сейчас я расскажу о ней, и ввели еще в уголовный кодекс статью уголовную. А в случае невыпудия зарплаты, что можно привлекать работодателей к уголовной ответственности. Наверное, вы читали, что вот в связи с тем, много-много тысяч рублей было не выплачено рабочим, который строили космодром Восточный, вице-премьер туда приехал, который дает отвечать за оборонную тематику на вооружение, и там завели много-много уголовных дел на зарплате, если есть не выплаты зарплаты. Зарплата стала, выплачивалась, но не сама. А Строзоров вторая статья после этого, которая существует в Зовом Кодексе, после этого проблемы в таких масштабах уже нет. Она замечательна в том смысле, что она урегулировала эту проблему. Если люди не читают ее, так это просто люди ленятся, или не специалисты. Если узнают, что вы комплектологы, вы не знаете это вообще как-то черт и что. А что, в университете учились, не знаете 42-й тарифе. Смысл сначала, вам не выплатили зарплату 15 дней. Если вам в течение 15 дней, больше, чем 15 дней не выплатили зарплату, вы праве, работник, праве, приостановить работу до выплаты зарплаты. Все запомнили, что нужно делать? Повторите, пожалуйста, повторите, что я сказал. Что нужно делать? Так я приостановлю работу. Молодец. Тихо-тихо-тихо, вы как можете повторить? Что нужно делать? Приостановить, все запомнили, приостановить. Никто не ошибся. Не остановить, попробуйте только остановить работу. Вы трудовой договор заключили, вы чего? Это нарушение трудовой а вы что сделали? Приостановили, это логика. Приостановить работу, а что, до выплаты зарплаты. если вы просто приостановили ее, а вы должны бумажку написать письменно. Кому? Если я ваш начальник цеха, или начальник, или директор завода, что вы мне пишите? уважаемый, ну, мы же главы России, или глубоко уважаемый Михаил Васильевич. Так, информирую вас, или сообщаю вам, или сприскорбиваю, сообщаю, это уже по-разному, что я вынужден прекратить, простите, не извините, приостановить работу, дару тут и зарплаты, соответствую статьей 142-я Трудового кодекса Российской Федерации. И я выйду, снова продолжу работу, в соответствии с этой статьей, в тот же день, в какой мне будет выплачена зарплата. И все. И что дальше делать? А что хотите? Идите, ходите, домой идите, ходите, гуляйте, ходите, сидите вот на этом самом месте рабочем, считайте капитал. А почему считаете капитал, а не работаете? Потому что я говорю, когда не платят зарплату, единственное, что могу делать, читать капитал, как бороться с капиталом. Ничего другого делать не могу. И читаю, так же у меня тут капитал, а тут Трудовой кодекс 142-я, все подчеркнуто. А в ней написано, что должен сделать работодатель. А работодатель должен, когда у него будут деньги на выплату зарплаты, он должен письменно написать вам уведомление, прислать, как хочет, хоть на ручную, хоть по почте. Приходит написать, уважаемый Иван Иванович, завтра вам будет выплачена зарплата, завтра, пожалуйста, вы заедете на работу. И вы в хорошем настроении, отдохнувший, повеселевший, приходите, получаете зарплату, и продолжаете работать. Вы же не остановили, только приостановились, да? Почему? Это ведь трудовой договор, если это договор, значит, если одна сторона не выполняет, то и другая сторона приостановляет выполнение, а если первая сторона выполняет, только вторая сторона нужна. Выполните все хорошо, и никакого конфликта. Но, как говорил мой знакомый, профессор Яшенко, известный специалист по социальному планированию, «Гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить». Вот вы бумажку написали, приходите ко мне. Вот, у вас есть бумажка? Какой? прекрасно, представление, а я беру, вот, написали, да, это мне, да? Можете, и, 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 я буду очень рад, что я. Я так, молодец. Он будет ошарашен. Я на это и рассчитывал. Все, идите отсюда тогда, раз вы ошарашены, не умеете бороться, он при толком называть. Зря вас учили в университетах. Идите обратно. Кто у вас преподавал? Попов? Коните его в шею, таких преподавателей. Такой, такую ерунду он преподавал. Я в таком случае. Все делаю в таком случае. А теперь вы начальник. Да, начальник. Да? Дайте бумажки еще. Я ничего не делаю. Вот я вот вам уведомление о приостановке работы. Вы ее джек, 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 а я доставил второй гинтар. Копию. Дадим вам второй. А вы нервные сначала. Чик, чик, чик. Так, я уже второй провал уже. А у нас есть какие-то? Я по лупе. Подайте, да? Привитесь. Мне просьба. Значит, у нас тут раз, два, три. Подойдите. Тихо, 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 тихо. Подойдите дальше. У нас есть, уже не надо четвертый. У нас есть три человека. Раз, два, три. Мы составляем акт. Акт – это неупредительный документ. Вы когда-нибудь акт составляли? Ну, чего вы не когда-нибудь составляете акт? Я же не составил. Что сегодня? Сегодня какое число? Сотнадцатого. Пишутся акт так. Запоминайте. Мы ниже подписавшиеся. Дальше вы по имени, имя, отчество свое пишете. Можете должности указать там. Трастющийся, намочийся. И еще одну специальность. Кто-то здесь. Составили настоящий акт в том, что. Вы должны что? Зафиксировать сам факт. Кто прав, кто виноват. Это вас не касается. Вы просто можете зафиксировать сам факт, что сегодня гражданин вот такой-то подал начальнику такой-то документ. А тот начальник порвал. Тогда гражданин такой-то достал второй экземпляр, тот опять порвал. Там достал третий экземпляр, и он опять порвал. Все. И подписывайтесь. А дальше? Это еще не все. Вот потом вы подходите. А кто из сходных экземпляров будет иметь? Быстро. Видите, это же люди уже ученые. Три экземпляра. Это мало. Потому что у вас поединка ругодом еще кажется. А еще два для того, чтобы она один выпуск порвет, а вторая станет сад. Вот вы ему приходите. Приносите от вас, говорит, подпишите, что вы ознакомлены с автономом. Он говорит, ничего не буду подписывать. Хорошо. Разве. Он так и скажет. Хорошо. А вы все пишите. Гражданин какой-то, а вам неважно, начальник, ознакомился с автоном, отказался. И все трое опять подписывайтесь. Один, второй, третий. Все, задача решена. А дальше вы отдаете работнику Иванову, то есть мне. И я уже, этот документ принимает суд, прокуратура, любая инстанция. Этот документ – юридический акт. Вы не сказали, что вы за Иванова, или за Петрова, или за Сидорова. Это вас не касается. Вы составили акт. Вот надо уметь это делать. Меняются люди в лице, когда я ему приспочу, говорят, ну подпишите, что вы ознакомились. У них не будут эти трое представить. А те, на эти смотрят, а ты нервно сидит очень сильно. Но вам нужно не просто акт составить, вам же нужно, чтобы он получил. Как делать, чтобы он получил? Все, не додумываете, нет? Михаил Васильевич, обозвольте тысячи. То есть, если вы усыпите в карман, это же не то. Дать поговорить и заснуть в карман – это бандитизм. Михаил Васильевич, а позвольте уточняю еще у вас? А вот эти люди, которые, вот вы говорите, подписать акт, они должны присутствовать непосредственно при… Да, да, да. То есть, это не мы с вами один на один, а если мы один на один… А зачем мне один на один? То есть, мы должны, я должен быть сразу в… Я что, вас не знаю, а эти люди со мной пришли. А, все, то есть, вы можете привести с собой людей. А почему я не могу вообще это потерять? Да, это вы не приведете, а я обязательно приведу. Вот, они обязательно со мной придут, а с вами никто не придет. Вы, Саня, сядет, никто. И кто вы? Короче говоря, следующий, Саня, ну надо же ему все-таки вручить. Как это сделать, никто не скажет? Через суд. А? Через суд. У вас же экземпляр, есть обращение у меня? Иду я на почту и посылаю по почте. А, адрес, вы знаете своего предприятия? Да. Ну, знаете. Посылайте по почте. Директору, ветеранью и директору. Ту-ту-ту-ту-ту. Такого же АО или ПАО. Или АО. Или ВОЛ. А как будете посылать? Каким письмом? Заказное. Потому что если не заказное, вот я получу ваше письмо. Что я с ним делаю? Зачем это? Это сразу по-моему включил. А заказное? Заказное письмо. Квитанция есть у того, кто послал. На этого мало. Квитанция есть, а дошло или нет. Что нужно делать, чтобы вы знали, что зашло? Расписаться на другого курьера. Что? Расписаться на... Какого курьера? Если там хочется, обычно идите. К какому курьеру? Не усложняйте. Если у вас деньги есть на курьеру, с ума сошли. А если заказным, то вам приходит уведомление? Там оно не приходит. Вам надо его заполнить. Заполнить уведомление. И послать деньги за это, заплатить за то, что вы посылаете заказное письмо с уведомлением о вручении. Какое уведомление? Простое или заказное? Я вам советую простое. Потому что заказное, то будут ходить, а вы в университете и уйдут домой и обратно на почту. А если уведомление простое, они просят вам почтовый ящик. Вы достаньте из почтового ящика. У вас есть доказательства, что вот он получил. А получил у него. У вас это вообще не волнует. У вас есть доказательства. Это считается в законе, что человек получил. А вы читали. Это нас совершенно не волнует. Учитали. И все. То есть задача решена. Он получил уведомление. Поэтому. Вот с того момента, когда вы убедились, что он получил, вот тогда вы можете приостановить. На самом деле, фактически приостановить работу. А то вы приостановитесь и скажете, ничего никто не получал, а вы перестали работать. Раз, вам вышло. Два. Вы потом уволили. Поэтому, чтобы пользоваться этой статьей, надо проделать эту процедуру. И после этого, вот тут вы можете сидеть, все-таки читать капитал. И можете науку вводить и читать. Это еще больше будет. А это зарплаты, они тогда вам платили. А можете в это время пойти работать в другом месте. Ну, без оформления пока. А, допустим, уведомления разносить, на почте подрабатывать. Ну, вы какие-то заработки. И что обязана сделать администрация? Администрация должна в письменной форме вам принести на брючье золотой каёмочкой уважаемая, дорогая. Пожалуйста, выходите завтра на работу. Вам завтра будет выплачена зарплата. Вот туда уже вот все. То есть мы с вами этот процесс рассмотрели не так, как написано вам в выплате, до вас возьмут. А мы рассмотрели, как бывает в жизни. А в жизни всякое действие будет сопровождаться противодействием. Чаще всего. И сопротивлением. Если вам не платят, значит, все это надо. Как же я буду вам платить зарплату? Я еще два острова не купил. А тут вы со своей зарплаты обождете. А, скажем, с гастарбайтерами очень просто обращаются. Принимают их ягодную фирму. Они знать не знают, что фирма не фирма. Дают им 500 рублей на еду в день, чтобы они не убрали с головы. Они строят объект. Им говорят, как только вы его построите, то вам выплачут 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч. Сколько там наговорят. Потом, когда объект построен, получат деньги с того, как он строит, садятся на автомобиль и уезжают к себе на родину. Например, вот я узнал одного деятеля, который белорусский по национальности. Он набрал молдаван. Они все построили. Он сел на свой автомобиль и уехал. И все. А эти мне показывали. Вот, а вот, говорю, есть трудовой договор? Да. В тетрадной листок написано, какие-то карабаны. Вообще никто никуда ничего не возьмет и ничего не возможно доказать. Ну, а это люди как бы темные. А тут мы имеем дело со светлыми. Получение же это цвет. Вот, светлые люди должны... Что нужно сделать? Прочитать. А вот, вот, красивый. Купи. Он дешевый. Даже на себе не можно купить. Дешевый. По-моему, рублей 120 стоит. Или относительно дешевый. А вот эти вот. Это 450 или 500. Это вам не надо. Это вообще не надо. Потому что вы можете сослаться на какие-то комментарии, даже какого-то профессора. Вот мои комментарии имеют силу закон? Нет. Нет. Не имею силу. Нет. И вот приходите... Поэтому прокуратура, когда вы скажете, что речь идет о нарушении 142 статьи, так вы сделали то, что написано 145 статьи? 142. Нет. А что пришли? Ну, что вы отработали от людей отрываете? Ну, что вы ходите? Что вы слоняетесь? Идите, читайте, и я реализовываю. Ну, это один из примеров. Когда мы берем, ну, пример примером, а нам надо еще доопределить, что такое конфликт. Какой? Конфликт вообще мы с вами уже определяем. Но этот конфликт, на самом деле, где он только и может быть в обществе? Потому что где эта сила аргумента может быть? У левушек может быть, когда они дерутся с цаплями? У цапель, которая не хватает лягушку, засовывает к себе. Нет. Бывает? Это конфликт? Нет. Просто цапля или айс съела лягушку, ясно. Без конфлик. А рыба съела червяка. А если этот червяк надет на крючок, рыбак потащил и вытащил рыбу, это конфликт между рыбой и червяком? Или между червяком, рыбой и человеком? Нет. Нет. Конфликт – это понятие, которое относится к чему? К отношениям разных биологических существ или отношениям только людей? Только социально. А? Только людей. Вот. Значит, мы должны это указать. А у нас в нашем предварительном определении, что это обосквившиеся противоречия, оно в явном виде, это не сказано. Оно как бы в неявном виде содержится, потому что, когда говорят «сила аргументов», то ясно, что аргументов у червяка-то не бывает. И у тигра не бывает. Съем он, и все. И тех аргументов. Заменяешься аргументами силы. И силы у него есть, и никаких там аргументов силы нет. Просто съедать. Вы отбились от ста, вас съели. Какие аргументы? Никакой дискуссии не было. Никакой не было. Никакого спора не было. Просто отстал кто-то. И почему говорят «волки санитарные леса?» Потому что они съедают самых сильных или самых лад. Ну, отстали вы от ста их. Вас и съели. Если они отстали, то вас они и съели. Бегите быстрее. Научитесь быстрее, ведь люди будут вас слушать. А кто заболел от ста, вот больных и съедают. Поэтому говорят «волки санитарные леса». Потом старых волков отстреливают в большом количестве. Смотрят всяких больных, животных. Полно полиц. Тоже плохо. Что тогда их отстреливать, этих больных? То это волки делали. А теперь непонятно. Опять их что ли разводить? То есть нужно тут в каких-то границах это все держать. Поэтому мы еще не договорили про то, что такое конфликт. Конфликт – это вообще противострившиеся противоречия. Это общественные противоречия. Противоречия между людьми. Правильно? Между людьми противоречия. А не вообще между чем-то. Самым разным. Между людьми. Это может быть группа людей. Может быть отдельные. Конфликт может быть отдельных. Крюплиц, больших, маленьких. Крюплиц, средних и так далее. Но это всегда конфликт отношений между людьми. Это какими-то субъектами общества. Между классами, может быть. Между государством и гражданином. Между государством и какую-нибудь группировку, конечно. Конфликт может быть с бандитской группировкой. Можете конфликт? Вот такой вот вам ничего. И фамилией Георгий Кумарин Барсуков. Нет? Это лидер Новосковской группировки. Мощная группировка бандитская, которая у нас очень сильно действовала. В Санкт-Петербурге и убивала людей, и отбирала там земли. Короче, председание. Поскольку очень сильная была тут группировка Кумарина Барсукова, поэтому арестовываясь его в поселке Радмив, прислали грузовик, солдат из Москвы. Грузовик. И они его погрузили и отвезли судить в Москву. Потому что боялись, что если судей будут прииграть, то здесь убьют судью, и судей, и прокуроров, и так далее эти бандиты. Поэтому в Москве там как-то подручнее это сделать. И вот его посадили на 14 лет. Кто хочет посмотреть его дачу, едет в разрыв, идет на дачу. На Советский проспект. И так вот улица Жукова укорается в Советский проспект. Справа будет два дома Кобзона. Один как бы дворец одного певца. Грубый такой, высокий, с 5-метровым добавок. А другой, в котором младиаторы стоят и защищают собственность Кобзона. И второй там ниже, расположен ближе к озеру. А вы поворачиваете налево по Советскому проспекту. И справа через Таритома появится такой скромный сравнительный домик. Большой участок. Это вот у Марина-Марсукова. А сейчас же не принято спрашивать, откуда у вас деньги. Ну, тут на какие деньги купили этот телефон? Нашел? Нет. Ну, можно прямо сказать, Михаил Сеевич, у нас и не принято спрашивать на какие. В общем. Средо, именно. Вот, например, привожу вам более, так сказать, серийный пример. Вам фамилия Хорошайн ничего не говорит? Хорошайн был губернатором Кахалин. И он сейчас находится в сезоне. В связи с получением большинства нельзя. А именно, по эпизодам, вот, соответствующие службы, есть записи, протоколы этих эпизодов. По эпизодам ему вменяется получение 660 миллионов. Ну, заодно пришли к нему домой и посмотрели, что у него есть дома. Это вот здесь вот телефончик такой скромный, держите. А мы вот к вам придем домой, и увидим, что там в таких балухах много-много миллиардов денег. И мы их раз и арестуем. Что такое арест? Знаете, нет? Это означает, что собственность этого отобрали? Нет. Нет. Это не даем теперь их тратить. Как бы это для переживания. Что это заморозка? Да, заморозка. И вот товарищ Хорошайн, когда у него забрали дома миллиард 800 миллионов. Наличными? Наличными. И в драгоценностях всякого рода. Вот. Когда у него забрали, он написал письмецо. Куда? Нет. Он написал Конституционный суд. А что он написал? Что у нас вот, наши мы сейчас живем в свободном обществе, которое вот создавалось с новым правом. В этом новом праве защищается частная собственность. Ну, и в нашем праве не принято узнавать, откуда же у меня эти деньги. Поэтому прошу, а арест, вот остальных, кроме 660 миллионов, снять. Ну, 660 миллионов, это спорно. Я это спорить еще буду доказывать, что это вовсе не взятка, а просто за хорошие. Это может просто мне подарить. Потому что любят меня. Вот вас не любят, а меня любят. И дарят, и дарят. Это вам никто не дарит. И вам завидно. Поэтому главные дела надо. Хотя я еще разбираться буду. А вот эти денежки, эти денежки отдайте надо. И что вы думаете делал Конституционный суд, наш, тут родной. Видите, вот сейчас туда пойдем, через него. Да, ну, вас грелся. У нас скоро и Верховный суд будет здесь, с другой стороны. Знаете, да? Там, где был институт, который делал топливо для ракет, Гидаскова, руководителя нашего областной партии и организации. А, первый читает. А вот этот институт разрушили, и сюда решили перевести Верховный суд и суд арбитратный, высший арбитратный. Потом решили, что это очень дорого будет. Тем более там все эти здания есть, а они сохранятся в Москве. Решили, ну, здесь как-то столицу надо дооформить тоже, чтобы это была правовая столица здесь, в Петербурге. И тогда взяли, поменяли Конституцию, и Верховный, и Арбитражный, и Высший, и соединили. И все Верховный суд теперь. Тогда надо одно здание здесь строить. И вот на этом месте, когда вы через мост строителей, он же биржевой, перейдете с левой стороны, вы увидите, что такое вот забор, который обораживает место, на котором растет трава. Там будет Верховный суд России. И пусть люди поедут, не только в Москву. В Москву-то легко, ездят сами в центре. А пусть они из Москвы потом едут еще сюда, потом обратно, туда, потом обратно к Синьпе. Пусть они покатаются. Тем более, саксаны есть. Они дешевые. Для некоторых людей дешевые. Но для вас, конечно, дороговато. Да, быстро. Но не для вас же делать. Студенты должны учиться, а не конфликтовать. Короче говоря, вот такая история. И что вы думаете, сделал Конституционный суд? Он порекомендовал Верховному суду снять арест вот с этой части. Поскольку действительно праве сейчас так, такое право. Как же борьба с коррупцией? Порекомендовал Верховный суд. Право есть право. Вы что, против право пошли? Я пошла вести. Это у нас. Так. Если что, у вас выведут вот эти главные гражданина. Они, думаете, они только что нет? Они у нас работают. Видите, они все. Я так и знаю. То они просто пересятут, и уже выкуйте между ними. Больше ничего не надо. Вы продолжайте даже сидеть. Вы уже сидите. Только вот они пойдут в столовую, а вы пойдете куда? Они скажут. Короче говоря, ну есть же такие люди, которые у нас тут работают, или нет? Как вы думаете? Если нет у нас людей, которые работают в соответствующих органах. Ну, Владимир Владимирович был же здесь вот и наблюдал за студентами, иностранцами. Помощник проректора иностранцами учащимися. Они вот помощники проректора по контролю за деятельностью конкретного. Пример. Ну, точно мы не знаем, а потом эти люди в черном, они же никогда точно не говорят, кто они, что они. Попробуйте у них увидеть. Они же сейчас вот спросите, вы там работаете? Нет. Сейчас так. Ну, это точно значит там. Короче говоря, что сделал Верховный суд? А Верховный суд, поскольку это было не постановление Конституционного суда, а рекомендацию, он взял ее и не выполнил. Потому что, если я вам сейчас порекомендую выполнить из окна, а вы скажете, мало ли что вы порекомендовали, а я вот подумал и решил, сегодня не проделись. И все. И не стали проделись. И Верховный суд. Поэтому пока под арест. Недорогостоящая рекомендация была. Да. Пока вот так. Пока вот так. Короче говоря, значит, речь идет о тех конторах. Противоречиях, которые являются противоречиями между людьми, между субъектами разными. Это могут быть организации, это могут быть отдельные люди, отдельный человек против какого-нибудь звена государственного управления или наоборот. Короче говоря, любые, но это именно между людьми. Поэтому, когда мы говорим об обострившейся противоречиях, если мы собираемся рассматривать конфликт, то это речь идет о противоречиях между людьми или между субъектами общественными. Общественный субъект это, все равно, какие-то люди, или группа, или отдельный человек, или организации. А какие это противоречия? Вот каждое противоречие содержит в себе по крайней мере такие движения. Во-первых, равенство противоречивого с собой. Правда? То, что противоречит себе. Вот это отношения у нас словились. Ну, это равно самому себе. Да? Вот я буду наставить на том, что так оно и оставалось. Как вы не получали доклад, так и не будете получать. Вы же не получали ее докладывать? Не умерли? Ну, и мы продолжаем. Это называется равенство с собой, да? А я кто такой? У меня консервативное точное зрение. Не надо никаких перемен, вот давайте так это оставим. А вы заперемены? Да. Вот помните, говорят, мы хотим перемен. вот вы сейчас здесь сидите, а если вы теперь тормашками полетите в то окно, это будет перемен? Да. Вот я чувствую, вы хотите перемен. Так, вы второго запишите, пожалуйста, себе. Вы хотите перемен. Перемена будет перемен. я отвернусь, я ничего не видел, чтобы никто не говорил, что я подстрекатель. Так, а вы вытащите, сейчас показались, а потом снова включите. Поэтому вот есть люди, постоянно вы видите, меняют бухгалтерию, меняют законы. И даже сами представители того класса, который стоит у власти, говорят, что у нас думает бешеный принтер. Что она все время владеет. И вы все время не знаете, какой сейчас закон. Только вот вы хотели воспользоваться, а уже другой. Их, конечно, эти законы печатают. в российской газете все печатают, все законы. Но таким мелким шрифтом, что если будете все читать, то точно читать, что ослепнете обязательно. Но и знание закона не освобождает ответственности за их выполнение. Потом вам подходит и говорят, девушка, а вы нарушили закон. А вы какого? Я не знаю. А незнание законов освобождает от ответственности за их выполнение. Давайте вот третье запишите просто. хватит на сегодня столько людей. Сразу мы не можем место искать. Как это уже работа на вечер. Значит, конфликт, это вот конфликт между теми, кто за изменения, и теми, кто за сохранение того, что есть. Поэтому надо еще отдельно рассмотреть вопрос, а какие бывают изменения? а бывают изменения положительные, да? А бывают изменения отрицательные. Или вы просто из-за изменений, или вы переменные были, переменные будут вам сейчас в себе не получаете. Нет? И получаете? Да. Неинтересный у вас пример. А у вас получается? Не получаете. Вот теперь у вас перемены будут. Вот она будет получать, а вы нет. Вам нравятся эти перемены, нет? Нет, ну вот как даже поют, мы хотим перемен. Ну, спойте такую песню, и у вас сразу стипендия, у вас перейдите туда. Или, я вот уже рассказывал, я как-то спускаюсь после вечерней лекции в метро, в Селестовске, и там девушка нарисована в таком цветовом, вот и написано «Меняйся чаще». Красота. Один момент написан, мне понравилось, как-то, что-то уже начинает философию, не дрянь, а метро, а в другой раз я вот оттуда веду, по Дворцовую площадь пешочком можно. Да, когда думал, по Дворцовую площадь и остолбинел такой стем, и написано «Меняйся, но оставайся с собой». Вот «Арифлейм», где-то птичу, думаю, даю. Уедивай, да. Да, «Арифлейм»-то уже освоил изменения, как равенство в себе и бытия, и бытия, как единство в себе бытия, и бытия – это не много. У нас еще некоторые студенты не освоили, а он уже освоил. Это не то, что там Селестовская, это вот, как взор. Поэтому и изменяйся, и оставайся равенством в себе. Но если мы возьмем и начнем рассматривать изменения, то как мы их классифицируем? Есть изменения, которые, а, улучшают положение того, что у кого оно изменяется, и такие изменения, которые ваше положение ухудшают. Вы за всякое изменение или за какое? Вот, видите, тут мы сразу видим ответ. Вы за положительным. Вам вообще нельзя разговаривать. Вы на службе. Сидите там спокойно. И вопросы не надо задавать. Не надо к себе привлекать внимание. Вот пусть они спрашивают. Вы им попросите, чтобы они спросили. Вот он сейчас, он сидит, вот и он, да. А, да. Вот не бывает таких изменений, которые не привносят ничего не положительного, не отрицательного. Такое же. Это же бывает. Сталини верующие. Если ничего не привносят, это за равенство с собой. Это называется в себе бытие. Вы что, не знаете? Вы что, не изучали? Вы что, не сказали? Я слышал. Вы ищите обратно, ведомость. Сходите на лодки. Мы исправим. По-прочем, там. Нам пойдет на встречу. Надо вам только нам вместе подписать письмо на и медикана, и ректора, что просим внести правку в экзаменационную ведомость. Соответственно, отнять у вас стипендию. То у нее и так ее уже нет. Ну, тем более, если у вас ее нет, то она и ни в коем случае не добавит. Ну, и какие-то еще злые такие вещи нехорошие написать. Мы только дружно это подпишем. Потому что у нас же взаимопонимание. Как нет? Я думаю, что есть. Поэтому не надо вот задавать такие вопросы, которые это подсовывают люди. Это же люди специально вас... Потом, вам же это будет вменено. Мы же конфликты разбираем. Тут надо смотреть в оба. Тут не подсовывают ли какую-нибудь дохну кошку вам. Под видом леса или занятия, или еще каких-то вопросов. Забрасывают вам дохну кошку. Не надо его ловить. Съедобные, не съедобные, как играют. Вам говорят, колбаса, ловите мячик. Потом говорят, селедка, ловите. Потом говорят, кирпич, вы ловите. Ну, вы видите, теперь кирпич. Так. То есть изменения бывают. Ну, какие бывают изменения? Отрицательные. Вот отрицательные называются релаксионные, применительно к обществу. Лево-регрессивные. А положительные, применительно к обществу, как-то. Сильные. Прогрессивные. Если вы все знаете. Вот, учитесь у нее. Она все знает. Вот вы учитесь у нее. И не зашто сразу ко мне обращаться. Вот к ней обратитесь сначала. Если она вам не ответит, то получится. А тут вот что-то напрямую прямо обращается. У меня как бы генеральный фактор от того. Расскажите книгу, пожалуйста. Ну, она родитель. А то вот это просто забили вещи. Все время обращаются. Вот это, товарищ. Не только за себя. Это что, так сыграют всякие вы? Что-то какие вопросы. И все валят, и валят в одну пущу. Так. Значит, у нас получается противоречие медленно. Регрессивными изменениями. И прогрессивными. И это противоречие. Одни люди выступают за прогресс, а другие – за реакцию. И тут приходит конкретно. То есть надо их померить. Это хорошо мерить прогресс с реакцией? А, вот он считает, что хорошо. Зачем вам мерить прогресс с реакцией? Потому что вы думаете, истина посередине, да? Посередине может быть лучше, а не истина. Истина никогда не лежит посередине. Вот Марк спрашивает. Никогда. Она всегда на краю. Потому что есть прогрессивная сила, а есть реакционная. А единство прогрессивных и реакционных сил – это вот само общество. Вот само это противоречие есть от виница. Вы просто хотите сохранить, засушить это, заморозить это противоречие, чтобы вечно одним не платили зарплату, а другие ездили бы и покупали острова. Вы на самом деле не консерватор, а вы есть реакционер. Только скрываете свою личность, личину твоего реакционера под маской консерватора. Патентный. Я думаю, товарищи, когда я уйду отсюда, уже это... Должен мороз. А вы будете выступать как прокурор. А вы защитница. Он скажет, ну он же хороший. Вот он Гоша любит, он их гладит. И совершенно никакое будет, можно говорить. Ну, защиту должны вы что-то сказать. Потому что мы скажем, если у него нет знакомого адвоката, и денег нет на адвоката, а денег у него нет, он в себе денег получает. То есть вот здесь вот так. Дают в таких случаях адвокаты государства. То есть мы вам деньги платим. Но если, понимаете, кто вам платит деньги, вы понимаете, нет? Вот с управлением все было, защищали вы. Вы поняли, что защищать будет тот, кому платим деньги мы. Вы хотите у нас выиграть? Вы получите. Ну, вообще-то, если адвокат будет часто проигрывать, у него репутация. Нет, адвокат. Он не будет проигрывать. Это вы будете часто проигрывать. Адвокат будет этот выигрывать. И не для того, мы ее назначили адвокатом в государстве. Наверное, какой адвокат? Дима, замолчи. Вы вообще демонизируете всю капиталистическую систему и существующий строй. Как так можно как-то одни только записать. Мы демонизируем. Дима. Дима. Вы знаете, что нам сегодня вправе? Суд истину не ищет, чтобы вы знали. А есть вот товарищ Бастрыкин, председатель следственного комитета. Вот я его лично знаю хорошо, потому что он был у нас зам. Леопардкома по идеологической работе. А я был зам сектором Леопардкома, на экономическом поле ездил. Вот он все время ставит вопрос, надо вернуть вправо, что суд ищет истину. А сейчас в профсоциальном кодексе записано. Суд носит состязательный характер. Вот видите, вот я сейчас с Димой состязание. Кто выиграет? Я и выиграю. Дима, хочешь кому-то состязаться? Да, не особо. Существует. Состязательный характер. То есть, если вы хотите у меня выиграть, Дима, даю совет. Вы должны у меня выиграть со счетом 8-2. Примерно, если играть. Сравненно, с фориболом. Да, почему? Объясняю, почему. Потому что вот она, вот она суд, а это прокуратура. Это защитник. В итоге мне припишут еще 4 доллара. И получится, чтобы вы выиграли со счетом 8-6. А если вы только вот на одно... Должен учитывать фору. На одно. Ну, суд, это чей орган? Какого класса? Мы с вами это разбирали. Правящего. Там чего пришли? Отсохи. Класса. Вы ломаете ее, когда подходите ко мне. Так, знаете, так. Это я вам не сказки раз говорю. Я вам рассказываю то, что есть в праве. Вот как профессор, по каждой экономии право. То есть право надо не просто знать, а надо его сущность. Право. В чем? Что такое право? Объясните, Диме. Чтобы он не демонизировал. Возможно, совершит то или иное действие. Ну, это так. Кто-то скажет, что такое право. Вас не спрашивают. А того, чтобы не подрывать отель. Что-то вдруг не то скажет, а прокурор. Это же не прилично будет. Вот вас спрашивают. А все равно спипендия нет. Вам нечего тебе. Кто такое право? Что-то серьезно. А? Что-то преподавание общественных отношений. Кто-то вам преподавал философию? Я бы голову ему сорвал. Такие знания. Кто вам понимал социальный философию? Усты. Не знаю. Не может. Какие ничего еще преподавали? Я преподавал. Да. Да. Бывает у меня, значит, это весь... Какое-то было умрачение, наверное, в прошлом году, когда я вам читал лекции. Чувствуете разницу, да? Да. Ну да. Ну я сейчас вам напомню, что на самом деле у меня ведь все записано. Вот дядя, что записываешь, а потом мне не говоришь, что он это вам не говорит. Дядя, тройте лекции свои. Право-то более правящего класса. Вот вам объясняю. Да это вообще вы не видели, что у меня все записано. Смотрите, что записываете. Это же не единственное существующее. Ты не отбираешься. Алиса, молодец. Теперь в наступении не менее. Вот мы ее в конституционный сурд назначим. Там Зорькин уже пожилой. И потом он уже надоел. И значит, у нее она будет правильной. Она законы знает. Она знает, что право – это возведенный в закон воля господствующего класса. Поэтому, если вы пришли и понимаете, что суд что должен делать? Ну, воля ведь осуществляет. А как записано, что должен делать судья? Чем он руководствуется при вынесении решений? Не додумайтесь, не за что. Я вам говорю, что записано. Не то, что сейчас он в голову придет, а записано. Есть такой кодекс, называется. Есть уголовный кодекс, есть гражданский кодекс. Есть кодекс административных правонарушений. А есть кодекс процессуальный, в процессуальном кодексе записан. Гражданский процессуальный или уголовно-процессуальный кодекс. Что судья руководствуется, к чем вы думаете? Например, я судья. Чем я руководствую при вынесении решений? Вы пришли в суд, в суд, в суд. Пришли ко мне, да? Я вот все судил, и делал, и вот все. Был в руках, был в руках, выступали. Мы все записывали. Чем я руководствую при вынесении? Кодексами всякими. Всякими? Ну, административные уголовные кодексы. Что там еще есть? Вы из головы думаете, понимаете, с чем вопрос? Из области права. В области права, молодой человек, не надо выдумывать. Покажите мне бумагу, где написано, чем руководствуется судья. И процитируйте. Если вы не процитируете, вам меньше делать на юридическом факультете. Но, к вашему счастью, вы не на юридическом. Это вопрос из области права. Какой ответ? Ответ такой, что судья руководствуется. А. Законом. Б. Справедливостью. И В. Внутренним убеждением. Это написано в процессуальном кодексе. Это написано в процессуальном кодексе. И вот смотрю на Диму. Ну, справа вроде у него все нормально, законом. Справедливости. Даже Ленин писал, что справедливости и равенство. Первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается, неравенство несправедливое. Это в государстве революции написано. А вы хотите справедливость в буржуазном обществе. Вы чего больше? Вы что? Какая справедливость может быть в буржуазном обществе? Ну как, у одних есть степень, у других нет. Это справедливость. Человек учится, степень не получает. Какая это справедливость? Это справедливость по-вашему? Не справедливость. Ну, все участие стало не будет. Скажите, какое у меня? Какое у меня, например, права Дима? Знаете, сказать? Скажите. Да уже ясно. Я уже сказал вам, куда вы сейчас пойдете. Ясно одно. Есть у нас специальные места. Как они называются? Места лишения вода. Бывает на солнечную сторону, бывает на солнечную сторону. Если у вас есть друзья в этой системе, могут вас на солнечную сторону перевести. Мне вот некоторые обещали. Михаил Владимирович, мы вас уважаем. Если вас посадят, то мы вам, конечно, вытащить оттуда не можем. Но и на солнечную сторону. Но вам обеспечим. У вас есть такие люди? Вот, может, они вам обеспечат. Надо их любить. На солнечную сторону не там с точки разводит или что? Ну, вы все представляете, окна у вас выходят на север, а мои окна тюремные выходят на восток. Я вот сижу, я замираю, там, с тобой, там, в темноте, и читать не можете. У вас сырость, а у меня красота. Курорт. Если я хорошо планы, я читал Марксов. Что делать? Обязательно, конечно, капитал, можно взять и читать. Трукодексы, с удовольствием, все приносят, читайте. По 500 рублей, которые есть коментальные, нет? Кормят. Вам и стипендия не нужна. Кормят. Три раза в день. Сколько? Три раза, обязательно. Более того. Пиши на работу. Вот вы гуляете каждый день? Да. Каждый день. Вот и в тюрьме вы будете. Если у строго режима, то не менее часа, да, не гуляйте. Причем, если даже вы будете с собой гуляться, то у вас вот эти люди и так с оружием выгодят, и гуляйте. Вот такого, чтобы человек не гулял, а то он перед экзаменом только и приходит. Гулять надо больше. Вчера не сидит. Не, все против и все. Ну, это знание, ум не научает. А там вас научат в этих местах всяким делам. То есть еще и на работу устраивает, если хорошо вести себя. Да. Вот один товарищ, который знал хорошо экономику и хорошо владел, он взял и заказал по телефону вертолет. И вертолет, а у них такая мощная охрана все время там, там, вышки, колючая провода. Кто летел вертолет, на нем веревка, на веревке палка. Тот сел верком на палку, взялся за веревку и улетел. Ну, понимали, поймали его, снова вернули. Ну, вот тогда, как красиво он, оплатил по телефону, по своего счета. Как красиво он улетал. У тебя вомлели все. Никто даже не вздумал, там, автомат, стрелять. Все стрелять, все стрелять, все стрелять, все стрелять, думать, ну, молодец. Пойма, пойма, молодец. И так, трррррррр. Видел это. Сравнительно. Несколько лет назад. Все равные бывают ситуации. То есть конфликт. Конфликт. Когда он разрешается, надо понимать, какие органы, какие люди, какую позицию займут в этом конфликте. И вот поэтому, если дело заходит до конфликта, значит, во-первых, это противоречие общественной, раз. Во-вторых, это противоречие или между равенством и неравенством, тогда оно ещё неопределённое, правда? Лишь бы изменилось. Лишь бы что-нибудь изменилось. У нас столько много ухудшений было, про которые, можно сказать, что это люди хотели изменения. Вот вы получили, наконец, изменения. Вот люди, скажем, у нас бомжей же ведь не было в советское время, ни одного. Не было. Почему? Потому что не было частной собственности на квартиры. Не было. Это государственная собственность. Вы в ней живёте. Сколько? Сколько надо. Бесконечно. Потому что вам пользоваться надо собственность или пользование. Если пользование, то вы будете жить вечно. А если собственное, то нет. Собственное государственное. А государственное, кто должен счётчик ставить? Вы государственное. А не ходить-то не требует. Давайте купите, поставьте счётчик там на воду, на газ, на электричество и так далее. И приходит. Кто должен ванную менять? Государственное. Кто должен ванную менять? Государственное. Унитазка по государственному. Ну я вам как человек без правового отношения докладываю, что я теперь живу. В диприватизированной квартире. Иногда к нам приходят такие хмурые люди говорят. Ну у вас, конечно, квартира приватизированная. Я говорю, нет, конечно, она у нас государственная. А что значит государственная? То есть собственник этой квартиры очень сильный. Мои. Ваши квартиры собственники? Вы. Вы вообще никто. Это вот собственниками? Это моя квартира. Вот ваша квартира, вы собственные субъекты, а они? И что я буду лучше к ней относиться? Люди, у которых будет государственная собственность, как во времена военного коммунизма, будут выдирать паркет, бежей, бежей. И ты будешь больше относиться к государственной собственности, не деморизируйте. Не деморизируйте, потому что вы, государство, решили через вашу квартиру проложить дорогу. Знаете, это называется? Читайте жилищный кодекс. Право надо знать. Право же я? Дорогу? Да, вот дорогу. Через сон, на котором он. Не знаю. В этом случае. Вот автостопор, благоголончик. Объясняю вам. В этом случае тем, кто имел квартиру неприватизированную, как я, или деприватизированную, потому что сейчас идет деприватизация, некоторые люди переводят обратно из приватизированной государственной. То мне должны дать по 32 метра на человека. А вам, если через вас проходит дорога, где от пойдет, вас тоже надо как компенсировать, что у вас отбирали. А как компенсировать? По рыночной цене вам. А какая рыночная цена вашей квартиры, через которую дорога пройдет? Там кирпичи одни будут. Какая рыночная цена? И вы пойдете с этими деньгами, и не сможете купить никакой квартиры, и будете бомбом, бомжом. Вот где вам, суть по вашей территории. Нет, нет, просто немножко не понял. Поэтому держитесь этих людей там хоть крышей на голову. Там кормят и гулять. Каждый день будет. Так что вот мы должны, вот все, что мы с вами знаем из философии, про общество, про общественную жизнь, мы должны это понимать. Когда мы применяем, как рассмотрение конфликтов, то мы должны этим пользоваться. А не думать, что вот мы про конфликты как будто словно свалились, и вдруг начинаем говорить про какие-то конфликты. Конфликты – это в обществе. А вообще есть государство, есть политические партии, есть адвокаты, которые чем занимаются? Все деньги собирают. С кого? С тех, кто попал в тяжелую ситуацию. Мне вот не нужно адвоката, если я не попал. А если я попал в тяжелую ситуацию, я иду, плачу адвокату. Да? У меня один товарищ мой, а именно товарищ Денисов, кандидат юридических наук, он потом ректор одного юридического вуза, сейчас он работает в институте экономики права международных отношений, налетение. Он рассказывал мне, говорит, у меня жена позволяет адвокатскую контору. Я когда к ней прихожу, то есть там я вижу целое собрание бандитов со всего города. Почему? Ну, как вы думаете, вот попал в подсуд бандит, сонгер нанимает хорошего адвоката. Адвокат, хорошая должность, вы можете, как адвокат, защищать самых отъявленных бандитов. Это как бы считается прилично, нормально. Вот скажите, пожалуйста, кто больше заплатит? Я, профессор? Или бандит, у которого денег сто раз, тысячу раз больше, чем у меня? Бандит. А вот она, адвокат. Она думает, меня защищать или этого бандита? А у нее время, так сказать, не бесконечное, она или меня, или бандита. Кого будет защищать? Бандит в десять раз больше, в сто раз больше, в тысячу раз больше денег. Кого будет защищать? Все, с ней не разговариваем. Найдутся другие. Я готов. Вот, готов. Все. И что получается? У нас получается, что вот это вот бандита. Ну, как вот падвокат защитил подорожку? А денег он получил немеренно. А Ходорковский сел в тюрьму. И выпустили его не благодаря адвокатам, а просто выпустили. Уже все это вопрос решено. И помиловал его Владимир Владимирович, пусть едет и выступает там за границей, что хочет. Поэтому надо вот это все иметь в виду, с чем мы сталкиваемся, при рассмотрении конфликта. Значит, обычно конфликт – это противоречие мир людьми, которые отставят какие-то прогрессивные изменения, и людьми, которые занимают как раз консервативные или реакционные позиции. Правильно? Или между людьми, которые отстаивают сложившееся положение, и теми, которые хотят его ухудшить. То есть между консервативным поведением и поведением реакционным. Вот два типа. Либо сразу между прогрессивным реакционным, либо между консервативным реакционным. или между прогрессивным и консервативным. Я хочу что-то хорошее делать, а мы уперлись, и все. Особенно Дима, он все время упирается. На следующий раз, чтобы вы знали 142-ю статью на зубов. А кто не будет знать 142-ю статью, я запомнил, и мне церкви. Главное, а вы уже знали, что я буду зверствовать, и у меня с экзамена вам дали только зачет. А зачета не поставлю, и будете ходить ни с чем. Опереться можно только на то, что сопротивляет. Да. Вот вы и двое опирайтесь просто на них. Да. Значит, вот мы с вами уже теперь более-менее имеем представление о том, что такое общественный конфликт. А еще до социально-трудового не дошли. Правильно? Потому что, чтобы говорить о специально-трудовом конфликте, надо взять не любой общественный конфликт. А какой конфликт? Из какой области? В области трудовых отношений. А чтобы это за область трудовых отношений, надо знать, что такое труд. И что такое труд, мы с вами, когда дело шло о методологической основе конфликт-трудовое мы изучали. Одно из прошлого занятия, я уже знаю, сейчас я спрошу, что такое труд. Если здесь найдется кто-нибудь, кто скажет, то будет хорошо. Вот вы можете сказать, что такое труд. Такая даже была такая поговорка «Только тех, кто любит труд, отцебрятами зовут». А вот насчет голосовцев, кто знает, что такое труд, никакой поговорки не было. Вы что такое труд знаете? Может, вы сейчас трудитесь? Вы сейчас трудитесь или нет? Я отружусь сейчас или нет? Да. Михаил Алексеевич, я вас не дам по социальной философии. Нет, на прошлом занятии именно так. По социальной философии может быть не давали. Я вас экзамен принял, уже все, уже все это знаете. Я вас могу говорить, что такое труд с вами. Михаил Алексеевич, мы же сдали экзамен по социальной философии, а вы нам рассказываете, как это, неприлично даже. То есть, как бы я вас не уважаю, если я вам начинаю снова рассказывать то, что уже вы сдали. Правда? Это же неприлично. А вы сдали или выдержали экзамен? Я спрашивал, вы сдавать или держать? Оказалось, мы будем держать, если вы с этим тем, что выдержите, пойдем дальше, наука. А потом оказалось, что вы сдали уже, все куда-то и выкинулись головой. Если вы не выкинули, скажите, что такое-то лук. Сознательная деятельность по производству благ. Благ? Благ. Какая деятельность? Сознательная. Сознательная деятельность по производству благ. Да? Какие блага? Материальных и нематериальных. Это труд в какой-то смысле. Как производство? Вот с самого начала, мы с вами что говорили? Что является основой общества? Производство любых благ или производство нелюбных благ? Материальных. Материальных. Так материальных, а вы о чем нам рассказываете? Вы сначала возьмите основу, а потом будете на этой основе что-то строить. Вы дома когда-нибудь строили? Сначала что надо сделать? Крышу делать или фундамент? Фундамент. О, да. Но я бы на вашем месте еще посопротивлялся, потому что в городе Ленинграде есть два дома, которые построены наоборот. На земле. Делать все крышей. И потом там такие две стойки и поднимаются. Пятый этаж. Потом пятый этаж на земле собирается. Потом четвертый, потом третий этаж, и все на земле. Не надо башенных кранов ваших, которые потом падают еще. Один дом на бассейной улице, а другой на черной речке стоит такой. Но это вы не знаете. Так, значит, что мы с вами выучили, что надо выбирать не несколько. Сначала не всякий труд, а труд материально-производительный. Потому что если этот труд совершается, тогда возможны другие виды труда. Вот если этот труд материально-производительный не завершается, мои лекции скоро закончатся. И ваши. Включение тоже закончится. По одной простой причине. Нам нечего будет... Да. В этот дом... В этот дом... Кто построил этот дом? Ученые. Конструкторы. Архитектор. Архитектор могут все нарисовать и написать на бумаге. Правда, говорят, что... Говорят, что Монферран построил Исайдовский салон. Ему, наверное, было тяжело особенно поднимать вот эти вот... Колонну, правда? Колонну. Одному очень. Но что? А где были взаимосвязанные вещи, без чайки не было бы материалов, материалов. А то, без чего не было, называется, дорогие товарищи, условия, но не основания. Вот воздуха, если бы не было, вы бы не слышали, что я сказал. Потому что если воздух выкачат, то звук распространяться не будет. Но из этого не следует, что мои лекции состоят из воздуха. А вы так представляете меня, как будто бы я вам какой-то воздух попадаю, и воздух, или колебания. Надо видеть, отличает. То, без чего нельзя, еще без чего сказать, еще нельзя без того, чтобы вы тут, конечно, были одеты. Вы в майке-то не приходите сюда, в трусах. Мало ли чего еще без чего. Вот люди считают, что без телефона нельзя. А вдруг позвонят и скажут, ну, мы хотим подавить или он. А у вас нет телефона. А тут, понятно, все в порядке. Мало ли чего, без чего нельзя. Без ручки нельзя. Вот вы все время их крутите. Вы еще не видели, что вы что-нибудь написали. А вот то, что вы превращаете, я ведь, без него вы не можете слушать. У вас привычка такая. А я без того, чтобы не подвергнуть вас критики, тоже не могу. Потому что тоже должно быть, чтобы у нас, так сказать, как бы тут небольшая полейника велась. Хотя, вы сами понимаете, что мы тут больше шутим, чем нападание друг на друга. Но у нас же, кстати, нападение, должны мы тренироваться и отвечать на эти вещи. Так вот, мы должны с вами хорошо понимать, что в основе общества лежит производство материальных благ. И поэтому отсюда и Адам Смит по этому сформулировал понятие производительного труда. Производительный труд – это труд непосредственно основным результатом, который является материальное благо. А вот наличие этого труда позволяет существовать другим родам и видам деятельности. А как они называются, эти виды деятельности, кроме материально-производительного труда? Еще есть два вида. Это либо услуга. Вот сейчас моя деятельность состоит в чем? Я осуществляю какую услугу? Образовательную. Образовательную. Ну, как парикмахер. Только парикмахерную составить. Вот здесь обстрегать. А я должен, как бы, наоборот, изнутри голову обстрегать. Ну, грубо говоря. Это, конечно, огрубление. Но что-то на эту услугу, правильно? Да. То есть она непосредственно обращена. Они на материальные блага. В известном смысле я выше, чем в предварительных материальных благах. Я прям вот вами снимать, Дима, и непосредственно. Не то, что я вам картошку сделаю, а вы-ка картошку съели, меня не знать не нравится. А меня невозможно не знать. Я у вас зачет буду принимать. Со мной надо дружить. Это совсем другое дело. И более того, там никакой демократии нет. Вот я и буду стать. Или зачет, или не зачет. Тем более надо дружить. Как вы себе представляете наши отношения? А вы? Вот любая, любой вид. Не любой. Это разные виды. А еще есть вид. А если я произвожу идею? Преподаватели считаются еще учеными. А если мы не ученые, то мы и не преподаватели. Нам не разрешают преподаватели, если мы ничего не даем в науке. Ничего. У нас такое не принято в университете. А ученые? Что результатом труда ученые является? Что? Одно слово. А? Идея. Ну? Учитесь. Вот. Есть люди? Одно слово и все. Все сказано. А вы там, да-да-да-да. Вот. Одно слово. Точный ответ. Идея. А у компьютера, так сказать, люди, которые программы составляют для компьютера, у них тоже идея. Правильно? То есть они их составляют программу, в которой потом закладывается память компьютера. И все, кто, так сказать, понимает, как устроен компьютер, понимают, что есть железо, которое сделали предварительные материальные планы. Оно так и на языке компьютера человек называется железо. А есть программное обеспечение, которое делает люди, программисты, а программисты, у них результат на выходе, идея записана, явно. А как она записана? А вот люди, которые делали диски, это люди материально-производительные тоже. А люди, которые составили программу, которая на этом диске записана, это уже идея. Вот люди, которые делали вот это вот, друзья, вот с пластмассой, это люди производительные труда. А люди, которые составили программу и туда заложили, это люди, которые занимаются переработкой информации. И результатом проявляются идеи. И первое, что нужно делать, когда заходит речь от какой-то деятельности человека, это что? Это а. Материально-производительный труд, непосредственно материально-производительный. Это перемещение вещей или энергии в пространстве или производство вещей или энергии. Это услуга. Это, может быть, медицинская, образовательная. Что такое услуга? Это деятельность, направленная непосредственно на человека. Непосредственно на человека, а это врач. Марк специально сравнивает труд фармацевта и труд врача. Врач имеет высшее образование, он лечит вас, вас. А есть человек, который создал таблетку. А вовсе вас он не лечит. Вот человек, который создает таблетку, производит материальные блага. А человек, который лечит, имеет образование такое медицинское. У него услуга какая? Медицинская. А третий вид деятельности – это переработка информации или знаний. Получение новых знаний или переработка уже имеющихся знаний. Переработка информации. И всё. И вот. Надо видеть. Поэтому, когда мы говорим о трудовых отношениях, прежде всего мы будем заниматься отношениями в сфере материального производства. Потому что если в сфере материального производства люди не научатся разрешать противоречия, то в других сферах с этим гораздо хуже. Гораздо хуже. Вот, скажем, вы себе представите, скажем, забастовку в заводе. Она прописана в законе, в конституции. А что такое забастовка в вводе? Сегодня забастовка, завтра ты здесь не работаешь. Тут другие формы надо искать. Вот если мы… Вы, наверное, представляете, как работает преподаватель? Вот, скажем, я профессор. Вот когда у меня лекция, я прихожу. А когда у меня не лекция, я не прихожу. И тут вдруг мы бы сделали такую акцию, взяли, и все бы пришли одновременно. Все профессорами, доцентами. И сюда. Вот было вот это все. Что случилось? Что случилось такое? У нас акция такая. Мы протестуем там или требуем. Это когда мы все придем. А если мы не придем на занятия, вы не любите, хорошо ждетесь. Никто и не узнает. Я заключение расписывался. Это Алексей Борисович мне его передал. А Алексей Борисович мне передал. Схабито-конфликтологию. Товарищ Зазубин. И все. То же у нас была лекция, то же не было лекция. Не выдавайте только. У нас и так не лекция. Мы просто беседуем. Так обычно следующее обидателям просто побеседуем. А как все напишем? Вот вы потом напишите «С моей сон за Суцина верность». А потом надо будет фигурировать в деле. Вот так и здесь у нас тоже. Это просто у нас беседа. Но я спрашиваю, буду на зачете. А это просто беседа. Надо ведь с хорошими отношениями, да. Вот придете с хорошими отношениями, врусный зачет. Ну вот надо же, а тут все улыбался, улыбался, оказался в ладей. Ну не так уж я вашу душу уж на экзамен. Вы видели меня. Так, я больше пугал. Ну мы какой-то хоть конфликт-то должны создавать. Или так, что это ровно должно. Правда? Мы же знали с вами как-то вот ругаться. Ну с вами я пытался ругаться, но не получилось. Вот с зимой все я не знал. Так, вот что мы получили? Мы получили, что надо взять трудовую деятельность непосредственно по производству материальных благ. И от нее танцевать. И все другие виды, когда люди из других шфер обращаются, все эти конфликты разрешаются так. Когда повысят зарплаты рабочих, тогда будут говорить, что давайте такую зарплату ниже, чем у работников материальной сферы платить губерским преподавателям. И везде так и пишут. Потому что, а если там не будет улучшения положения, не надо думать, что улучшится дело у профессоров, доцентов и студентов. Вот в чем дело. В силу той зависимости, которую мы вас с вами изучали в курсе философии. Вот на такой стадии понимания социально-правового конфликта мы остановились, но я считаю, что мы еще это не закончили. И продолжим в следующий раз. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok